Первая пресс-конференция в качестве главного тренера. Конечно, я хотел бы сидеть сейчас на этом стуле и иметь три очка в кармане. К сожалению, этого не произошло. Я думаю, мы создали достаточно большое количество шансов. Мы попали в достаточно теплее, чем в Лианджи ситуацию, когда мы не могли загнать мяч в сет. Я думаю, все-таки где-то нам даже не поздравил, что мы не забили. Мы продолжили давить во втором тайме, были вознаграждены за это хорошим голом. Но, когда забил СММ, мы сами позволили сопернику вернуться в игру. И именно это предопределило нечаянный исход поединка. Насколько удивила вас игра Крыльев и что решила, все-таки, за счет предельного настроя, характера, отжима или не готова в таком расточении? Нет, 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 они готовы. Я думаю, что мы готовы, мы готовы, мы готовы, мы готовы, мы готовы. Я думаю, что мы были достаточно хорошо готовы к этой игре, особенно учитывая те изменения, которые произошли в последнее время в клубе. Я могу быть очень довольны реакцией ребят, игроков на эти изменения. Она была просто фантастическая. Мы говорили, что мы хотим быть более нацелены на ворот соперника, создавать максимальное давление, создавать как можно больше моментов. Что касается запредельной мотивации соперника, я думаю, команда такая, как команда, как Анжи, должна уметь жить с этим, потому что, я думаю, не только Крыльев, но любой соперник, который выходит на поле, играет запредельной мотивацией. Я думаю, что мы должны в первую очередь смотреть на себя, и не только в этой игре, но и в прошедших матчах, то есть в «Динамо» и «Локомотива» мы не можем позволить создавать такие ошибки, которые стоят нам потерянных очков. Настолько часто в вашей карьере случались такие игры со сверх лояльным судейством по отношению к командировке? Я думаю, что самое важное, что я не могу сказать, что... Ну, немного странный вопрос, потому что я в первую очередь смотрел на игру своей команды, судец принимал себе решения, которые я считал правильными. Иногда эти решения были в одну сторону, иногда были в другую, но в той лояльности, о которой вы говорите, я совсем не заметил в этом матче. Я не согласен также с этим утверждением, я только принял команду, и в сегодняшнем матче Самуэль, как мне кажется, выглядел очень здорово. Он сделал то, о чем мы опросили, в первую очередь он забил очень важный волк для нашей команды, и, как мы и договаривались, он играл еще больше на стрие, максимально создавал давление на оборону соперника, поэтому не соглашусь сейчас с вашим заявлением.